добрый сегодня у нас с вами ну вынуждены будем так говорить вебинар связанный с опасностью человечества вертельная опасность сегодня мы поговорим именно об этом этот доклад был прочитан общество ротари но это клуб такой ассоциация клубов по всему миру вот туда входит бизнесмены политики так далее вы выступил значит жон а это американский ученый доктор философских наук и хромова елизавета но она магистры и возглавляет аналитический отдел как раз вот проекте созидательное общество тоже такое есть проект международный в котором в общем-то делаются исследования серьезно вот они собрали фактически все материалы касаемые вот именно сегодняшний геологической экологической ситуации который выражается в том что колесо ураганов резко возрастает причем от года в год увеличением по геометрической прогрессии происходит вот у нас если там еще там 2014 там там 5000 землетрясений в год фиксировалась в этом году только за полгода зафиксировано 85000 землетрясений причем магнитуда растет их сила растет их разрушительность растет и чистота возрастает 85000 если так дальше пойдет то уже до 2026 28 году будет до 1000 в день землетрясений по всей земле вот тридцатому году уже планируется миллион в год но фактически в то время нужно человечество не будет почему это вообще происходить стало они обратили внимание что ледники арктики антаркти они же почти растаяли вот гренландия еще пока полностью не очистилась от ледников но подо льдом обнаруживают линзы озер то есть происходит потепление снизу тем более значит зафиксированы такие явления как вскипание колодцев пожары которые сейчас они происходят не только но традиционно не всегда происходили там летом нам могли осенью там или весной но зимой не было сейчас зимой когда в соединенных штатах америки например масштабный такой пожар раз в год сейчас 16 крупномасштабных пожаров то есть происходит неуклонный рост катастрофичности которые в общем-то свидетельствует о том что близок с льдом день самое интересное что все эти данные у нас сейчас сейсмостанции еще много да и до четырех с половиной вообще не фиксируются землетрясение сейчас эти сейсмостанции они только там 6 7 утра не фиксирует балл имеется ввиду поэтому в действительности землетрясение еще больше силу того что у нас океан тоже стал разогреваться где-то уже на 5 на 6 градусов он повысил свою среднегодовую температуру а чтобы нагревание океана нас в океане растриной 95 процентов всех запасов углекислого газа мировом океане когда он нагревается подавшие при нагревании она выделяет газа в этом случае ну знаете кипень начинается начинают выделяться газы и потому что там пар образуется но и сначала начинает пузырьки там появляется вот выделение происходит газов а именно ну при нормальной температуре тем более при отрицательных температурах он наоборот поглощает углекислый газ потому что там температура движение то сказать молекул очень сильная да и поэтому газу есть там место может растворяться не вода углекислый газ это парниковый эффект понятно что парниковый эффект приводит к увеличению температуры воздуха воздух расширяется за счет этого возникает всевозможные ветры ураганного характера переходящие в тайфуны которые носят тоже очень разрушительный характер и количество их тоже от года к году возрастает землетрясения ураганы тайфуны смерчи и все это опять же благодаря тому что лава начинает подходить поверхности земли как выяснили геологи на сегодняшний день осталось 16 километров чтобы выйти на поверхность но дело в том что у нас есть марианская впадина 11 километров глубиной то есть там осталось всего пять километров пройти и вот она должна пройти подойти двадцать шестому году ну некоторые считают что 28 но надеяться особенно не надо а если она подойдет марианская впадине произвёт прорыв масса значит магма вырвется наружу океан вскипит океан вскипит начнут взрывы происходить и в общем то произойдет расширение самой этой впадины до огромнейших размеров и магма будет выделяться именно через образовавшуюся щель ну понятно если у нас воздух сразу будет больше ста градусов теперь не раз произошло пар образовался ясно что тут а жизнь на земле разговора уже не может быть вот но вот этой комиссии следующий что причину они не видят вернее они сделали предположение что причина лежит в космосе из-за излучения которые не знают как мы не фиксируют естественно они не знают как с ним бороться но надеются что ближайшее время собрав все умные выдающиеся человечество смогут решить этот вопрос вот причем вывод сделан они значит заметили что расширение земли определение что расширение земли идет в основном на экваторе ну то есть зона экватор экватор реально общая зона в этой зоне происходит расширение земли из-за этого образуются огромные трещины много километровые длиной и шириной по несколько километров куда уходит вода кстати говоря стало понятно куда делается вода ведь у нас при таянии и при растаянии арктики жидов арктики и антарктики уровень мирового океана должен подняться на 70 метров это еще рассчитал академик будыка в годы советской власти она не поднялась потому что она ушла вглубь на уклад земли и поэтому они делают вывод что надо вот это созидательное общество внедрить которое бы в общем то могло решить многие экономические проблемы и социальные все эти революции прочее чтобы этого не было тенденция понятна и мысль понятна и принципе где-то они правы с ними тут не поспоришь но я могу возразить по поводу того что он них все определяется планетами что что идет космическое излучение вызывающее разогревание магма дело в том что вообще планеты все находятся в связи между собой и и вот именно явление расширения на экваторе но в общем то из-за того что все планеты в связи передается и марсу и другим планетам это не космическое явление то есть не из космоса нас провоцирована нас провоцирована чисто землей дело в том что у нас в сегодняшней науке отрицается явление влияние наших мыслей наших эмоций на погоду но это вот и так свое время и мохандус ганди и николай рерих и даже лев толстой говорили о том что мысли и эмоции могут воздействовать на природу на климат и даже на всевозможные катастрофические явления достаточно привести такие примеры вот в 1913 году когда началась первая мировая война случилось землетрясение которое трясло и карпаты и кишинев и скандинавии там очень в карелии и среди земноморья везде были землетрясения не были зафиксированы когда началась вторая мировая война опять же трясло и карпаты и кишинев и москву и харьков и киев и и даже европе понятно и даже об америке но в америке куда была первая мировая война была тоже землетрясение конфликт ссср с китаем за даманский дам остров привел к тому что случилось землетрясение 15 марта был конфликт а уже в январе 70 года то есть буквально прошло 9 месяцев произошли на трясение вот культурная революция в китае начавшаяся в 1966 году и длившаяся до 1976 года закончилась страшным землетрясением случившись 28 июня 1976 года официально считается что погибло 240 тысяч человек но некоторые эксперты мне не говорят уже не миллионах а под миллиард жертв армян азербайджанский конфликт спровоцировал спитакское землетрясение почему такое происходит интересно почему такая корреляция наблюдается дело в том что как определили физиологи у человека чистота страха равна 7 герц точно такая же чистота наблюдается перед началом всякого землетрясения возникает гул единящий душу такой был а после этого начинают волны идти по земле и начинаются разрушения но волны идут как в океане то есть на поверхности воды такие же и и вот откуда почему так происходит а дело в том что сравнивая допустим сибирь и за ним на штат америки вот сибири тоже начали землетрясения раньше их не было и и кстати говоря вот выявлена таблица места где магма уже все находится посмотрите здесь если посмотреть да то вот у нас соединенных штатах вот красная это ближайшая здесь у нас в сибири вот красный вот этот участок близко подошло европа австралия ну понятно что в некоторых местах там тоже все эти видны большие площади ты именно европа соединенные штаты сибирь вот но австралия вот ну тут еще да не можно сказать китай какой-то степени ну и в какой-то степени индия север на день дело в том что когда у нас возникают такие эмоции страха а у нас страха сейчас много не отданные кредиты невозможность устроиться на работу страх что тебя уволят с работы страх что ты не можешь купить там квартиру машину еще что-то необходимое необходимое для жизни это приводит все к тому что мы индульгируем эти частоты и если допустим соединенных штатах там вот эти вот ветры тайфуны смерчи особенно да в сибири этого не наблюдалось а сейчас они наблюдаться стали причем значит появилась такие так называемые вертикальные ветры это вот когда вот эти сложившиеся эмоции да они создают солитоны цветом он может стать долго если просто чистота 7 герц на прошла и ушла вот если она зациклилась такой же частотой с поздним к солитон он быстро долго очень долго и вот если солитоны выстраиваются друг над другом в одинакую сторону закручены вот или сливаются между собой и в создают большие конгломераты от этих солитонов они выстраиваются друг над другом вот это гирлянда она вызывает вертикальный поток возникает смерч и еще что неприятное стало проявляться с этим явлением когда начинают вносить воздушной массы стратосферы в стратосфере там температура колеблется она может и плюс 40 и минус 60 быть в зависимости от сезона вот а вот с мезосфера там вообще все время минус 100 и вот с мезосферы когда попадает в воздух на землю моментальное охлаждение и животных и людей если человек попал более этого смерча вот они мгновенно превращаются сосуде вот эти явления стали наблюдаться даже у нас в сибири то есть получается что всему вина наши эмоции дело в том что вот эти солитоны ну мы их называем сейчас солитонами да вообще еще в 19 веке было известно и это понятие пытались всяко разрушить понятно было весна явление теплорода вот теплород это тоже солитон но это вращающаяся температура и этот солитон до 12 веке еще у нас большинство таких явлений как телета и потом значит телефоны используйте еще теплород не только электрический ток который был открыт теплород дать такими же свойствами как и электричество а самое интересное что теплород и флагистон флагистон то вращаешься тоже но это вращающиеся но какие-то электрические там эфирные поля и они обладают одним удивительным свойствам они могут раскручиваться а почему это происходит опять же у нас сейчас это явление неизвестно он 15 микро об этом знали если вы возьмете шар стеклянный и положите на твердую поверхность тоже на стекло например даем начертить на нем риску шариковой ручкой и на стекле на поверхности на который стоит этот шар тоже начертите риску вот оставить его на сутки в том утром посмотрите шар повернулся не просто повернулся прилично повернулся с чем это связано а это связано с тем что все вращающиеся предметы они взаимодействуют между собой поскольку они идентичны в природе подобное притягивает подобное поэтому земля вращается она закручивает все шары все все что вращается на может все закрутить и поэтому и флагистон и теплород и но это тоже название эфира но она у нас сейчас исчезла точно так как и aqua стала в латинским словом но это было название вращаюсь водного эфира они все способны наращивать свое вращение то есть они черпают энергию ну как бы ниоткуда в действительности у нас все вращается планеты вращаются наша земля вращается солнце вращается звезды все вращается звезды тоже вращаются и эти вращения они все друг друга подбадривают друг другу передаются особенно если они в какой-то степени подобны друг другу не обязательно по скорости ну по размерам там еще по каким-то параметрам по ускорению и прочим вещам и поэтому когда возникают эти сальтоны из теплорода начинается разогревание но само по себе разогревание ну конечно много не может дать энергии дело в том что вот у нас со счет до революции строились бани которые растапливались одним поленом учат что просто пить баню надо целые ну не поленится конечно ну а хапку другую дров приходится сжигать чтоб она это с утра запаливаешь к вечеру только баня а там одну полежка положил ну минут 40 50 бани готова я масса в такой бане и владельцу я ему всегда метал давай перестелим пол сделаем там это он говорит нет все кто занимается переделывание вот этих вот старых бань у них теряется это свойство одним поленом распали растапливаться это как раз связано с теплородом потому что нужна определенная форма именно форма рождает теплород рождается гистон ну и остальные виды эфира поэтому в общем то накапливание она не приводит к большому росту температуры здесь еще подключается еще одно явление физики но это физика это не рассматривает естественно потому что здесь речь идет о мысли вы помните что ури гиллер мог с помощью мысли гнуть ложки стальные ложки металлические это достигалось только тому что он представлял что ложка это она пластилин я нагнулась только лишь от одного представления поэтому наши вот эти отрицательные эмоции они способствуют понижению температуры плавления породы и порода плавится при низких температурах именно потому что вот это тот возникает солитоны теплород возникает который общем-то и плавит породу а при плавлении как мы знаем вещество расширяется поэтому у нас земля в общем-то расширяется то что мы наблюдаем на экваторе не только на экваторе мы наблюдаем сейчас везде фактически и получается что в общем-то виноват в том что сейчас происходит землей не космос не в какое-то тайное излучение виноваты люди люди которые индульдируют именно отрицательные эмоции эмоции эмоцию страха семидерцовую которая превращаясь в солитоны создают все вот эти эффекты плавления породы расширения земли соответствующие ураганы землетрясения тайфуны ну и прочее прочее что приводится конечно к разрушению городов разрушение всех наших коммуникаций вот тем более сейчас еще война все это усугубляет поэтому общем то бороться с этим явлением нужно не с помощью того чтобы найти людей которые решат проблему расширяющиеся магма а надо использовать как раз те общественные организации которые понимают почему все это происходит для того чтобы объяснить народу что нужно для того чтобы компенсировать эту чистоту страха использовать противоположные эмоции и мысли я предлагаю простой вариант каждый час буквально каждый час все люди земли могут делать то что мы сейчас называем медитации но предварительно перед этим вспомнив о чем-то приятном в своей жизни то есть повысив сразу чистоту а потом как бы обнулив свои эмоции все убрав их и погрузиться в молчание ну как требует современная медитация если это делать каждый час понятно что не каждый человек может выделить на каждый час по 10 минут ну хотя бы два или три раза в день делая такие операции мероприятия проводя такие мы в принципе усмирим вот этот подготовленный нам апокалипсис а влияние мысли на погоду на климат вообще на геологию горят еще и такие факты как изменение например оси вращения земли когда я разговаривал с лицом египетским вот он говорил что сейчас они планируют сделать ось в районе треугольника витлеем город иерусалим и метка для этого значит сделали что моление мусульман мусульмане молятся на капу то есть на метку там где когда-то гамбет мусульман и мусульман и мусульман и мусульман и молятся на стену плача тоже направлении получается но христиан у них там больше тысячи всяких сект особо там направление не придерживаются но в принципе тоже возникает и но на этот треугольник тоже малей и поэтому сейчас ось приобрела прецессию раньше когда у нас море лиги в принципе нет один сикорий и очень-то молились если на север были головой на север или лицом на север поэтому у нас оси стала приобретать прецессию поэтому у нас климат там болтаться то холод жара вот и поэтому же у нас происходит тоже все эти неприятности из-за неправильного направления и по логике вещей надо сейчас сделать чтобы все конфессии молились на север и когда даже они вот медитировали да ну с целью как раз компенсировать наши отрицательные эмоции накопленные землей а земля копит отрицательные эмоции но она копит эти солитоны точно так же как в воздухе они но тоже температура только вращающаяся температура она может хоть где хоть в воздухе хоть в воде хоть в литосфере везде копится мы если будем копить положительные высокочастотные они уже не будут способствовать разрушению то есть понижение температуры магма вот и магма приобретет ну опять свое твердое состояние и поэтому когда мы будем медитировать то есть обновлять себе а перед этим настраивать себя на нечто приятное что у нас было в жизни чтобы продуцировать индулгировать эманировать вот эти вот частоты пространство мы должны или смотреть на север или если мы лежим то есть головой на север то есть все должно быть идентично и и тогда проблема с предстоящей катастрофой с нарастающим количеством землетрясений ураганов тайфунов смерчей движение вулканов да она постепенно отойдет но и изменится естественно и социальное устройство потому что когда происходит тут именно массовая медитация всех людей но вообще большого количества народа происходит чудеса и этот вариант который должен упредить катастрофы он естественно не исключение тоже приведет к окончанию вот этих всех катастрофических явлений и этого апокалипсиса который в принципе нам уготован нашими эмоциями кто их у нас вызывает мы все это знаем вот сейчас дело за теми кто очень-то способен это распространить правительство здесь даже не надо обращаться здесь должны быть энтузиасты те же жадать рады те же самые общественности взорные организации экологически и зеленый там и все прочие которые могут в общем-то выступить пропагандистами как можно избежать смерти человечества на этом в эту тему я хочу закрыть